Приветствую вас, друзья экзотанкисты! Сегодня мы с вами поговорим о машине, которую я определяю как, наверное, одну из лучших машин для игры взводом. Это механик J02, который может лечить своих союзников, стрелять в соперников, запускать дроны к союзникам для лечения, запускать дроны для уничтожения соперников, ну и быть невидимым, стрелять из инвиза по максимуму. На многих картах, конечно, это тяжеловато при захвате базы, потому что вы стоите внутри и не можете через зеленую пелену видеть ничего. Ну, а многие карты, наоборот, под этого механика сделаны почти. Когда ваши штормики и драконы уничтожают, аннигилируют соперников, а вы в это время им помогаете, вас никто не видит, настреливаете, ну и в то же время увидели, что у кого-то хп заканчивается и быстренько нажали буковку Е и дрончик полетел и восстановил вашего союзника. И так можно продолжать и продолжать и продолжать. Мне этот механик очень понравился, приобрел его недавно, он получился в камуфляж одел с крестиком, то есть скорая помощь, ребят, бело-красная, это так, отступление. Это танк поддержки, ремонтирующий союзника, запускает дрон-боты, которые могут усилить защиту или ослаблять противника. Доступна функция саморемонта. Это то, что нам дают разработчики описание этого танка и мы не можем не согласиться, потому что на самом деле так оно и есть. Механик потрясный танк. В одного, да, может быть не так на нем будет интересно, хотя тоже можно найти свой геймплей, но все же мы предлагаю и я предлагаю играть на нем во взводе. Вот прокатился несколько раз, даже с одним человеком, он на шторме гонял, а я на механике, шторм не погибал. А что у него есть за умение? Это засада, она пассивное умение, то есть вам ничего не нужно нажимать. Эта система маскировки делает механика невидимым, пока он не двигается. Маскировка сбрасывается, если в пределах 100 метров появляется противник. То есть не путать с диверсантом, что после выстрела вы появляетесь. Нет, здесь если противник более 100 метров, вы можете стрелять спокойно из инвиза, вас никто не увидит, пока не подъедет ближе. Подъедет ближе, да, у вас маскировка исчезает. Поэтому чуть-чуть немного другая механика игры у механика. Вот такой вот каламбур. Далее есть дроид диверсант. Недаром он диверсант. Враг под воздействием дроида получает на 50 процентов больше урона, длительность 10 секунд. Это Q. Ребята, нажимаете Q, улетает дрон и соперник начинает впитывать в себя просто-напросто еще больше урона и просто может взорваться от того же шторма и вместе с вами при поддержке союзника. Имеется под буквой E, как я говорил, ремонтный дрон. Мы отправляем дрон в сторону союзника и восстанавливает до 200 прочности в течение 10 секунд. То есть это вполне просто-напросто. Он выглядит красиво и уместно. Подлетает и вы смотрите со стороны, он зависает над вашим союзником и лечит его. Вообще сделано потрясающе. Далее есть саморемонт. Это ремонтное оборудование восстанавливает механику 200 прочности в течение секунд. То есть 10 секунд вы сами восстанавливаетесь. То есть еще раз ремонтный дроид, который ремонтирует союзника. Дроид диверсант, который помогает уничтожить союзника. И саморемонт, то есть где вы можете, по-моему, F, да, это появляется дрон, который сам себя ремонтирует. Ну, естественно, так как мы дальше 100 метров стоим, мы имеем правой кнопкой мыши, если нажмем прицел дальнего боя, потому что, чтобы попасть куда вам нужно и так далее. В общем, танк, еще раз повторюсь, потрясный. Тут просто спора нет для взводной игры. Очень даже подходит и мне он понравился. Что вы скажете по этому поводу? Конечно, у многих свои сочетания, у многих именно атакующие. Я вижу, кто-то просто любит всех ангелировать и атаковать и гоняет на диверсантах, штормах, во взводах. Тоже можно. Но это как вариант, кто любит более пассивную игру без врывов, потому что вы будете вторая, третья линия. В этом бою не совсем везде правильно. Я один играю, поэтому приходится иногда и базу сбивать, заезжать и прочие моменты делать, что инвиз пропадает. А во взводе это получается очень даже идеально, когда вы помогаете союзникам, они делают свое дело. Если что, они собьют уж эту базу или заедут на захват. Вот видите, дрончик выпустился и сам себя ремонтирует. Вот эти умения еще раз показал. Кто на слух плохо воспринимает, просто-напросто могут это поставить на паузу и прочитать еще раз, какие кнопки жать и как использовать это все. Еще раз повторюсь, механик, лекарь. Механик это лекарь и потрясающий лекарь, но в то же время он может наносить урон и помогать. Убили меня. И помогать союзникам быть живыми, точнее взводному стараться, но и союзникам также и приносить пользу команды. Есть другие, конечно, механики там какие-то моменты, но именно он мне понравился больше всех. И по игре. По игре я его использую сейчас только во взводе, потому что у одного покатался, не так интересно. Приходится, но не то, что интересно, не так интересно, но неправильное использование этого механика, когда ты один катаешься. По той простой причине, что лечить союзников можно, да, но в это время ты переговоришься в дискорде, тебе кричат кемии, сос, сос, проигрываю, нету уже хп, а ты в это время не заметил этого. Ты быстрее дроида наводишь на него и выпускаешь как-то более так подвижно, по экшенски получается. В одного ты сам смотришь, какой твой союзник уже умирает и выпускаешь дрона, немножко отвлекает это от игры. В общем, понимаете, о чем я речь. Хотя, конечно, во взводах я не то, что это настаиваю, что так оно должно быть, можно играть на чем хотите. Эта игра нам позволяет и любые игры сочетания делать, и штурмовиков, и тяжелые танки, и вот эти легкие танки, другой терминологии, пользуюсь просто-напросто. А здесь смотрите на него, какая скорость, то есть мы на единичку жмем, ускоряемся, успеваем везде побывать, ребята. И в то же время наша пушка совсем неплоха, вот он, мощный соперник, тут еще приехал шторм, выпускаем в него дрона, который помогает больше нанести на него урона. Ох, сколько сразу приехало, сколько проживем, сейчас посмотрим. Не всегда это получается, выжить. Вот. Таким вот образом. Ребят, пишите свое мнение, пишите свое мнение по этому танку. Я считаю, что он просто, просто незаменим в игре во взводе. Мне он понравился. Жду от вас комментариев по игре, именно по этой. Кто хочет играть в эту игру, но еще не играл, пишите мне, я подскажу, как ее скачать и где, бесплатно. Сейчас она фри-то-плей, не надо платить деньги, даже 200 рублей за пакет, там 900 и прочее, прочее. Вы можете ее скачать бесплатно, и у вас уже будут танки, и вы сможете сразу же выйти в бой. Посмотрев гайды или стримы мои, не обязательно мои, у нас много девушек играет и стримит эту игру. Довольно-таки потрясно. Вот. Можете уточнить, как говорится, расскажу, где это посмотреть, чтобы выйти в игру и быть на высоте, не сразу проиграть, какой танк взять, как его использовать. Естественно, это непростая игра, где вышли на Т-34 и просто попасть надо в соперника. Здесь, если просто так стрелять, много пользы можешь и не принести. Потому что, еще раз повторюсь, у каждого танка свои уникальные, уникальные умения. И, используя их, можно быть просто очень полезным и для себя, и своей команде. С вами был Кимеев 1. Всем пока-пока, друзья. И до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!